Здравствуйте, здравствуйте! Рада вас приветствовать, мои дорогие друзья, на моем бьюти-ютюб-канале про косметику, красоту, макияж, уход за кожей, в общем, все, что связано с бьюти-темой. В сегодняшнем видео у нас с вами будет обзор на адвент-календарь с сайта Cal Beauty. Заказала я его сразу же, как только вышел этот адвент-календарь, и доставка была просто молниеносной. Это, наверное, самая быстрая доставка в моей жизни. Но, так как я немножко медленный удав, плюс у меня было очень действительно много разных где, не было физически времени на полноценное видео, на полноценный обзор. Конечно же, наверное, к тому моменту, когда я выпишу этот ролик, уже будет целая куча подобных видео. Но, возможно, наполнение адвент-календаря в разных странах, он немножко отличается. На сайте Cal Beauty представлено два варианта данного календаря, и там уже действительно наполнение немножко друг от друга отличается. Поэтому я надеюсь, что это видео будет для вас также интересным. Распаковывать его я буду сейчас вместе с вами, первый раз. Я не знаю, что где лежит, поэтому для меня это тоже будет своего рода такой сюрприз. И стоимость этого календаря на официальном сайте Cal Beauty, британском сайте Cal Beauty, 235 фунтов. И сайт нам обещает, что здесь наполнение больше, чем на 1000 фунтов. Мой вариант адвент-календаря называется Scent with Love, то есть, если по-русски, это аромат с любовью. И другой вариант называется Quartet with Love, создано с любовью. В общем, ладно, наверное, уже хватит болтать, давайте уже приступим непосредственно к обзору данного адвент-календаря. Номер один. Бренд называется Crave Beauty. Я первый раз столкнулась с этим брендом, поэтому, возможно, неправильно произношу название. Если кто знает правильно, пишите в комментариях обязательно, исправляйте. Так, ну это что у нас? Это у нас успокаивающая сыворотка, содержащая керамиды, масло таману и неоцинамид. Осветляет кожу, одновременно питая и укрепляя ее защитный барьер. Интересное, на мой взгляд, средство. С большей вероятностью, конечно, я, наверное, измажу на себя полностью эту баночку. Она не такая уж большая, здесь всего лишь 45 мл. Я сейчас использую в основном осветляющие такие вот с неоцинамидом, возможно, какие-то средства. У меня есть небольшие веснушки, немножко из пигментных пятен. И поэтому, конечно, возможно, это средство будет бороться как раз таки с вот такими вот моими всеми нюансами на коже. Написано, что сделано в Корее, но произведено, точнее, в Корее. Но сам бренд, я так понимаю, он как американский, наверное, позиционирует себя. В общем, что-то для меня новое, интересное. Буду открывать для себя новые бьюти бренды. Давайте посмотрим с вами, какая текстура у этого средства. Довольно легкое средство, наверное, идеальным будет для какой-то жирной кожи, для комбинированной кожи. Не будет ее дополнительно, я думаю, утяжелять. Такие вот легкие флюиды, они отлично подходят для комбинированной, для жирной кожи и для лета, наверное, подойдет, конечно же, тоже хорошо. Но, конечно, в любом случае нужно будет пользоваться, посмотреть, как оно будет проявлять себя на коже, не будет ли от него никаких раздражений, высыпаний. Но, по первым ощущениям, вот сейчас я его нанесла, довольно приятное средство. Оно не липкое, не оставляет никакой липкости. И очень-очень хорошо, плавно и быстренько распределилось, прям моментально впиталось в кожу. И вот я только что заметила, что у него есть такая довольно сильная, яркая, явная одушка и лично по моему вкусу она не очень приятная. Чем-то пахнет химическим и каким-то, знаете, напоминает что-то, что связано с ремонтом квартиры. Не знаю, почему у меня такие ассоциации с данным ароматом, но такие, какие есть. Так, давайте я, наверное, буду складывать, забыла сказать, кстати, в начале видео, что я буду считать наполнение этого адвент-календаря полноразмерной версией только лишь и travel size. То, что можно купить непосредственно либо в самих магазинах, либо на сайтах. То, что будет пробниками откровенными, какими-то миниатюрками, такими прям вообще, которые нигде не продаются и дают в подарок за покупку. Я, с вашего позволения, не буду это пересчитывать на всякие граммы, сколько там за грамм долларов выходит. Не хочу заниматься этой ерундой и тратить время, скажем так, впустую бесполезно. Ну, потому что, если это откровенные миниатюрки-пробники, их же нельзя нигде купить, собственно. Но это как, я буду это считать, в общем, как просто подарок за покупку. И откладываем это мы с вами в сторону. Буду откладывать полноразмерные средства и travel size. И в конце видео мы с вами посчитаем наполнение этого календаря. Я не обманул ли нас с вами данный сайт. Номер 2. Вот он, он красивенький. Номер 2 наш. Что же, что же, что же, штамп. Ух ты! Кстати, это интересное средство, которое я давно хотела попробовать, но почему-то не покупала. Вот как раз оно попалось в этом адвенте. И это меня, конечно, безумно радует. Это у нас с вами Lip Butter Balm. Масляный бальзам для губ. И оттенок, я так понимаю, ванила беж. Сразу слышу, что здесь есть аромат напоминающий. Знаете, что напоминает? Напоминает помады Charlotte Tilbury. Такие карамельно-ванильные ароматы. Цвет очень красивый. Реально. Мне кажется, это трендовый цвет этого года. А давайте-ка я, наверное, сейчас сразу же попробую нанести на губы. Посмотрим, как себя ведет на губах. Потому что у нас вот, конечно, это одно дело на руке, как оно выглядит. На губах может по-другому совершенно. Очень даже неплохо. И я вот смотрю, морщинки не запало в эти вот такие вот мимические морщинки на губах. И как-то оно, не знаю, приятно ощущается. Очень приятно действительно ощущается на губах. И, кстати, я сейчас при нанесении заметила, что здесь очень интересный вот этот вот аппликатор. Я сначала подумала, что это обычный стандартный пластик, но здесь очень интересно. Здесь не пластик, здесь он выполнен в какой-то резине. То есть он очень мягкий. И когда я его сейчас наносила, очень удобно действительно наносить вот этим вот таким вот мягеньким силиконовым аппликатором. Плюс у него немножко такая не обычный срез такой, не стандартный, а немножко как будто, сейчас вот смотрю, он как будто немножко с углублением вот таким, как будто специально, чтобы повторял вот контур губ, когда мы наносим средство. И это мы с вами относим к полноразмерным средствам. Номер 3. Бренд Glow Recipe. Вазер Милон Glow Niacinamide Hue Drops. Откроем, посмотрим внутри, как выглядит упаковочка. Ну, слушайте, это ли не милота? Ну, реально очень такая милая инстаграмная девичья косметика. Вот такие футлярчики в этом бренде. Номер 3, он меня очень порадовал. Слушайте, пока что меня этот адвент календарь очень даже радует. И это у нас осветляющая сыворотка с неоцинамидом и экстрактом арбуза, создана для того, чтобы согреть цвет лица и сузить поры. То есть, я так понимаю, оно должно придавать какой-то оттенок небольшой коже и плюс еще дополнительно как-то видимость, уменьшать видимость пор. Давайте тоже с вами сразу посвочим. Интересное средство, но, блин, мне кажется, конечно, сейчас на зимний период я не смогу им пользоваться, потому что, слушайте, это, наверное, автозагар. Напоминает какой-то автозагар. Заметно, нет? Наверное, на камере сейчас незаметно. Но оно придало моей коже такой вот бронзовый, немножко золотистый, загорелый оттенок. И в инструкции по использованию написано, что одно-два нажатия, наносить полностью на все лицо и шею. И будет эффект полного покрытия тинта. Также можно его комбинировать с вашим тональным кремом, то есть добавлять капельку в тональный крем, смешивать и будет дополнительное, как свечение придавать вашему тональному крему и оттеночек небольшой. Также можно использовать в качестве хайлайтера или же как контур для лица. Это травл размер 15 мл здесь, стоит он 15 фунтов. И также есть полный размер 40 мл, стоит 32 фунта, поэтому это средство мы относим с вами к травл сайзу. Двигаемся дальше, номер 4. Бренд называется Paula's Choice, тоже первый раз сейчас встречаюсь с этим брендом, никогда у меня раньше ничего не было от этого бренда. Первый раз о нем слышу и это у нас 1% ретинола, тритмент. И написано, что оно уменьшает видимость темных пятен и тонких линий, одновременно повышая упругость кожи с помощью этой формули на основе ретинола и пептидов. Сейчас, конечно, безумно популярные вот эти ингредиенты. Ретинол и пептиды, они борются как антиэйдж, антивозрастные, супер такие действующие компоненты. Я их еще не пробовала, точнее я пробовала только лишь ретинол. Мне показалось, что он не подошел, потому что у меня после крема с ретинолом просто жутко потом шелушилось и была супер пересушенная кожа. Поэтому я один раз его как-то использовала, крем с ретинолом, и просто отложила его и боюсь просто к нему прикасаться. И это у нас, я сейчас посмотрела на сайте, это полноразмерная версия, здесь 30 миллилитров и стоит это средство 61 фунт. Ну, интересное средство, тоже оно моментально впиталось мне в кожу и очень легко распределилось, буквально за 2 секунды распределилось и сразу же впиталось, пока я тут с вами болтала. Запах, аромат у него, аромат, аромат, есть, присутствует какой-то такой вот ненавязчивый, легкий, знаете, такой косметический аромат. Напоминает мне чем-то, знаете, аромат из прошлого, напоминает косметику по уходу от бренда Mary Kay, номер 5. Вот он такой, огромная коробка, ничего себе, что же, что же у нас здесь. А здесь у нас с вами две красивые розовые такие баночки, очень милые, такие Barbie style. Красивый, приятный цвет и упаковочка очень такая приятная, матовая, слегка как будто кажется прорезиненная. Так, что же это у нас с вами? Это шампунь и кондиционер. И сейчас я на сайте прочитала, что оказывается создатель этого бренда, это легендарный стилист по волосам в Великобритании. И он в свое время работал даже с принцессой Дианой на протяжении 7 лет, вплоть до тех трагических событий, которые с ней случились. Слушайте, будет интересно мне попробовать, конечно, средство по уходу за волосами от такого легендарного стилиста по волосам, который работал с самой принцессой Дианой. Интересно. Бренд обещает, что объемные упругие локоны станут вашими благодаря этому питательному шампуню, который со временем также сделает волосы гущим. Второе у нас, это у нас Full Girl питание. Многофункциональный кондиционер, обогащенный ферментированной рисовой водой, разработан для разглаживания прядей, придания блеска и укрепления локонов. Также оно придает объемчик волосам. За шампунь, полноразмерный шампунь в размере 250 мл, он стоит 28 фунтов. У меня 100 мл и он стоит 16 фунтов на официальном сайте. Номер, номер, номер шесть. Раз, два, и трис. У-у-у, трис меня уже разочаровалось. Просто моментально, потому что это что-то, что называется из серии «Да здравствуют пробники». Давайте, раз у нас сразу с вами в руках находится, посмотрим, что же это за чудо-средство такое. Тоник и увлажняющий крем. Увлажните обезвоженную кожу и придайте ей упругость с помощью увлажняющего крема Plus H Twins, обладающего антиоксидантными свойствами. Аромата я совершенно не чувствую у данного средства, что не может не радовать. Лучше пусть полностью отсутствует аромат, чем какой-то неприятный, неприятная отдушка. Мы с вами договорились в начале видео, что пробники я считать не буду. Вот эти все миллилитры, сколько это стоит. Это действительно пробник, который дают в магазинах, поэтому я его отложу назад в коробочку. И в конце видео он не будет у нас входить с вами в общую цену, скажем так. Следующее у нас что с вами. Популярный сейчас тоже на данный момент производитель. Называется доктор Деннис Гросс. Здесь салфетки специальные. Называются альфа-бета. То есть это двухэтапные салфетки, которые сочетают в себе 5 альфа и бета гидрокислот. Включая ретинол, они разглаживают, очищают и защищают кожу. То есть это такой вот пилинг. И на сайте я прочитала, что производитель рекомендует использовать, точнее как курс пилинга, не менее, хотя бы если ты изначально начинаешь пилинг, не менее 6 дней недели. И здесь у нас сколько же штучек. Ух ты! И здесь у нас 3 штучки. Так, ну а что касается дозировки продукта, у нас с вами получается это не полный размер и даже не travel size. Потому что для travel size, я посмотрела на сайте, продажа начинается данных средств от 6 штук. Упаковки там идут. То есть это у нас получается тоже как сампл. Относим это все к самплам. Отличненько, отправляется назад в коробочку. И что касается стоимости данного продукта, то упаковка из 5 штук стоит 21 британский фунт, 30 штук 93 фунта, 60 штук 153 фунта. Довольно такой тоже люксовый, дорогой бренд. Производитель это Америка. И, кстати, здесь тоже указано, что не используется на животных. И еще один значок веган здесь есть. То есть одобрено веганским сообществом. А это у нас что такое? Это, наверное, крем для глаз, я так понимаю. Такое маленькое что-то, миленькое. Давайте посмотрим, что это у нас. Это у нас Ole Henriksen Banana Bright плюс увлажняющий крем для мгновенного сияния кожи. То есть это крем для лица. Сколько здесь миллилитров? 7 миллилитров, друзья мои. А что можно с 7 миллилитрами? Как можно это? На один раз? На полтора раза? Посмотрите на это. Крем для лица. Это для какого-то очень маленького-маленького лица. Может быть, для котика, кстати. Для котика на несколько бы раз, может быть, на два, на три раза подошло. Но не, наверное, друзья мои, не на наши с вами лица. Слушайте, ну это точно на один раз. Хотя, слушайте, я открыла баночку. Она такая маленькая выглядит, но внутри по виду выглядит как будто раза на два-три такие и хватит. Ну-ка, давайте посмотрим, какая у него консистенция. Запах. Аромат здесь легкий, легчайший или еле уловимый аромат цитруса, какого-то апельсинчика. Ой, слушайте, супер такое плотное средство. Прошу прощения, бренд с трудным названием. Но, да, мне кажется, несмотря на то, что здесь 7 миллилитров, он, слушайте, очень такой жирненький, плотный. Его, наверное, нужно маленькую, действительно, с горошинку, с жемчужинку размера, чтобы нанести полностью на все лицо. И написано, что это легкая эмульсия, обогащенная осветляющим витамином С и питательными маслами семян ши и масла жужуба. Но, мне кажется, легкая эмульсия, это очень сильно как-то погорячился бренд. Возможно, для очень сухой кожи, у кого прям очень сухая кожа, это и будет как легкая эмульсия для нормально комбинированной, тем более жирной, склонной к жирности кожи. Но это прям плотненький, слушайте, крем. Он достаточно плотный. И здесь указана маркировка, что это как дневной крем, но, не знаю, я буду его использовать, скорее всего, на ночь. Потому что, мне кажется, на день он довольно, хотя в зимний период сейчас уже будут супер холода, зима, может морозик какой-то начнется. Вот как раз таки может, если как раз таки, в зимний период, наверное, его и, кстати, будет очень хорошо использовать как в качестве защищающего такого вот от всех этих негативных погодных факторов дневного крема. Отправляю его также к самплам, к пробникам. То есть, это мы с вами не будем считать в конечном результате. Следующий у нас номер 7. Вот он он. Сразу же рядышком. Вау! Ух ты! Вот этому я очень рада, потому что у нас до этого с вами был один сплошной уход, а это хотя бы что-то первое попалось из декоративки. Из декоративной косметики это у нас Сае, наверное, так бренд называется. Я его часто тоже видела во всех инстаграмах, тиктоках, рилсах, но не имела возможности еще, скажем так, познакомиться непосредственно вживую с этим брендом. Очень меня интересовал и вот, наконец-то, он попал ко мне в руки. Это мультифункциональное кремовое средство Highlighter Blush, то есть, это как хайлайтер румяна, румяна-хайлайтеры. Производитель Америка, то есть, это американский бренд и это полноразмерная версия, это полноразмерный продукт. Наконец-то случилось чудо после предыдущего разочарования. Так, посмотрим оттенок. Надеюсь, хотя бы будет носибельный, хороший, красивый оттенок. И оттенок называется мой вглов, то есть, лиловый сверкающий. Ой, нет. Ой, нет-нет-нет-нет-нет. Цвет, я думаю, красивый, такой носибельный оттенок, который подойдет большинству светлокожих и средним таким вот подтоном, тоном или, как правильно сказать, кожи. Даже на загорелую кожу, думаю, будет очень интересно смотреться данный оттенок. Но он мне приподнял тональный крем и пудру, то есть, скорее всего, его нельзя наносить сверху на закрепленный пудрой тон. Номер 8. Что-то такое миниатюрное, опять-таки. И что-то еще одноразовое. Интересно. Так, начнем давайте с патча под глаз, это я уже вижу. Бренд называется 111 Skin, это бездумно тоже сейчас популярный хайповый продукт. Это такой вот люксовый бренд, который знаменит своими масками для лица, патчами под глаза. У них там просто тоже космические какие-то цены на все их маски и патчи. И заявлено, что этот британский бренд, он относит себя к низшей косметевтике. То есть, это не просто косметика, а больше как оптичная косметика, то есть, с более такими, как лекарственными, что ли, компонентами, с более такими действенными компонентами, нежели обычная стандартная косметика по уходу за кожей. Это гидрогелевая маска патчи под глаза, обогащенная экстрактом розы, семенами граната и коллоидным золотом. Восстанавливает уставшую и тусклую кожу под глазами. То есть, здесь такой вот тоже люкс на максималках. И продается набор из 8 штук, он стоит 80 фунтов. И одна такая вот штучка, она стоит 12 фунтов. Второе средство, которое было в нашем номере 8, бренд называется Доктор Леви. И это у нас интенсивный усилитель для глаз со стволовыми клетками, концентрат. Этот усилитель содержащий стволовые клетки, органового дерева, а также ретинол, пептиды и многое другое. Улучшает внешний вид кожи и повышает ее упругость. То есть, это у нас так и получает, как я понимаю, это средство для глаз, не для лица. Здесь сколько миллилитров? 7 миллилитров здесь. Друзья мои, если вы сидите, продолжайте сидеть, не вставайте. Потому что за вот эти вот 7 миллилитров бренд просит 99, ну короче 100 фунтов. И также представлен в объеме 15 миллилитров, 165 фунтов. И на сайте написано, что это премиальный антивозрастной бренд из Швейцарии. На баночке также написано, что мейлин сделано в Швейцарии. Номер, 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 номер 9. Бренд Tower 28. И сама гип-лайнер. То есть, это карандаш для губ. Написано, что сделан он в Италии. Слушайте, я думаю, это хорошая какая-то люксовая марка. По упаковке уже могу сразу сказать, что это что-то хорошее люксовое. Очень классное, качественное, такой плотный картон. Такой немножко, знаете, как бархатный и слегка как будто прорезиненный. Такое ощущение. Ну, то есть, это уже по упаковке сразу, даже по самому картону уже сразу понятно, что это не масс-маркет, не бюджет. Лип-лайнер. А чего за цвет у нас называется? Цвет называется облав. Ну, слушайте, да, такое что-то люксовенькое, интересное, золотистое. Давайте посмотрим, что за оттенок поближе. Ой, красивый, красивый оттенок. Вау! Ну, я люблю такие, слушайте, мне кажется, это один из идеальнейших оттенков именно в плане как срез для губ, помад, карандашей. Для карандаша вообще шикарный оттенок. Мне кажется, будет очень хорошо, красиво подчеркивать именно такой вот контур губ с помощью им можно будет красиво так оформить. И второе средство, это что у нас такое? Это Tower 28. Тоже я часто встречала на просторах интернета, в соцсетях вот этот бренд мне попадался, но я его лично с ним еще была не знакома. Leap Jelly. Вау! Это, то есть, гель для губ. Наверное, такой бальзам, гель для губ. И откуда же оно сделано, это средство? Слушайте, такие маленькие. И написано еле-еле. Увидела тут супер мельчайшие буквы, просто нужно под лупой это все рассматривать. Написано, что сделано в Made in USA, сделано в Америке. Абсолютно не липкий, наоборот, такой, знаете, гладенький, приятный. Такая какая-то у него текстура интересная. Нанесем на губы. И посмотрим, как оно выглядит на губах. Слушайте, я, кстати, хотела уже расстроиться, из-за того, что оттенок слишком яркий для меня. Но поверх помады, по крайней мере, у меня была такая вельвет помада, нанесена очень даже ничего так приличненько, красиво, не очень, не слишком ярко выглядит это средство. Поэтому, конечно, могу сказать, что я раньше времени расстроилась. Но нет, слушайте, прикольный и цвет прикольный. И такая текстура у него прикольная, абсолютно не липкая. И очень комфортно, действительно, ощущается вот на губах. Номер 10. Слушайте, что-то интересненькое, что-то одно такое маленькое, миниатюрное, а второе довольно большое. Первое мне попалось. Это у нас такая вот тушь для ресниц. Здесь у меня попалось 7 мл, и это мини-размер, он стоит, получается, 12 фунтов. Также есть полноразмерная версия, 10 мл стоит 20 фунтов. Мне кажется, даже выгоднее покупать вот такие миниатюрки. Как-то оно дешевле получается, 7 мл 12 фунтов и 10 мл 20 фунтов. То есть, мне кажется, здесь будет выгоднее покупка, если понравится, допустим, такая вот тушь. Эффектные густые ресницы станут вашими за считанные секунды с этой приподнимающей и придающей объем тушью для ресниц в ультра-черном оттенке. Окей, это у нас идет сразу к мини-версиям. И что у нас здесь еще? Вау! Pet Magrat Labs. Жидкая подводка Pet Magrat обеспечивает неразмываемое покрытие и стойкость, позволяя создавать любые образы. От чувственных кошачьих глаз до графичных линий. Слушайте, давайте, наверное, ее прямо сейчас попробую на руку нанести. Мне прямо интересно, что здесь за кисточка. Как она выглядит? Ой, здесь мой ненавистный, нелюбимый, я его просто не очень сильно люблю. Здесь фетровый наконечник, но давайте посмотрим, насколько хорошо она рисует. Наверное, это один из немногих фетровых наконечников, которые мне понравятся. Потому что обычно они какие-то как-то более толстыми, что ли. Ну, не знаю, по крайней мере, те средства, которые у меня были, они как-то более толстые. И такие линии какие-то рисовали. А я люблю более иногда, знаете, такую тоненькую, незаметную линию нарисовать. Вот здесь, как раз-таки, в этом средстве, я так смотрю, можно нарисовать даже довольно тоненькую линию. И что касается самой упаковки, здесь тоже, конечно, чувствуется сразу, что это люксовый, хороший, дорогой продукт. Потому что очень хорошая, качественная, такая тверденькая, картонная упаковка. Так, его мы относим тоже к полноразмерным версиям. И я, по-моему, не сказала цену. И здесь получается 1 мл. Это полноразмерная версия. И стоит она 30 фунтов. Номер 11. Вау! Что-то одно, но такое крупненькое. Крупненькое нам с вами. Крупненький улов нам с вами попался. И это бренд, который называется ColorWolf Money Mist. Супер увлажняющий, несмываемый кондиционер, который придает локонам гладкость, блеск и мягкость. Оно защищает от тепла при укладке волос и также от УФ-излучений. И это у нас получается 50 мг, стоит 12,5 фунтов. И также есть полноразмерная версия. 150 мг стоит 29,5 фунтов. Номер 12. Джису, боже, у меня опять-таки проблема с произношением названия брендов. Бренды такие какие-то названия в последнее время делают, что их фиг просто выговоришь. И это у нас Hair Oil, масло для волос. Бренд тоже такой сейчас супер популярный. Инстаграмный, скажем так, TikTok, инстаграмный, интернет-бренд, который тоже стал популярен именно в соцсетях. Я, кстати, очень хотела тоже попробовать это масло. Слава богу, что я его не купила. Очень хорошо, потому что вот оно нам попалось как раз-таки с вами в этом адвент-календаре. Продается это средство в объеме 20 мл, стоит 19 фунтов. 50 мл – 35 фунтов и 100 мл – 68 фунтов. У нас с вами здесь попался самый маленький размер – 20 мл. Теперь ищем номер 13. Ух ты, сразу же его нашла. Номер 13. Что-то у нас здесь много всего. Раз. Два. Вау. Первая мне попалась в руки – это Патрик Та. Тут что-то есть? Слушайте. А, есть. Мне показалось, что тут вообще ничего нет. Пустая коробочка есть. И это у нас что-то такое. Вау, упакованное, чтобы не разбилось. Наверное, да, это тени. Тени для глаз от бренда Наташа Динона Love Palette. Комини палетка. Косметика вся от этого бренда, который я пробовала, она мне в принципе нравится. Она хорошего качества. Тени хорошие у нее, пигментированные, легко тушуются. Следующий у нас с вами продукт – это продукт от Патрика Та. Жидкий карандаш обеспечивает насыщенность цвета всего одним движением. Оттенок, который у нас – черный, black. Кто любит вот такие вот супер темные угольные именно подводки карандаши для глаз, я думаю, этот цвет понравится. Посмотрим, сейчас застывает она или не застывает. Но она носится действительно хорошо, плавно, как написано в описании, гладенько. И в плане стойкости, ну вот прошло буквально пару минут, я нажимаю на нее. Легкие такие полосы остаются у меня на чистой руке, поэтому, наверное, это не очень такой супер водостойкий продукт. А вот что касается предыдущей подводки Pet Magrat, которую мы смотрели ранее, она, смотрите, она полностью зафиксировалась. И она, наверное, супер стойкая, такая вот водостойкая, она абсолютно не стирается. Patrick Tide – это у нас полный размер, здесь 0,2 грамма, его стоимость 24 фунта. Следующий у нас номер 14, и это у нас супер люксовый бренд, который называется Augustinus Bader. Это такой бренд по уходу за кожей лица, такой люксовый люкс среди всего люкса. У него довольно такие высокие цены тоже, соответственно, супер люксовые. И это у нас The Rich Cream, то есть такой, я так понимаю, обогащенный крем питательный, должен быть такой плотный крем. Идеальное средство для ухода за кожей в суровую зимнюю погоду, которое ухаживает за кожей, повышая ее упругость, смягчая морщины и восстанавливая утраченную эластичность. И прям, слушайте, мне не терпится. Давайте сразу с вами посмотрим, что у него здесь за текстура. Аромат. Да, такие одушка у него есть. Только я не могу понять, какая одушка, из чего она. Честно говоря, что-то он не очень понравился. Такое что-то, не знаю, мне почему-то чем-то кисленьким воняет. Как будто, знаете, у вас какая-то окрошка стояла, и она немножко подкисла. Не знаю, или это у меня сейчас просто что-то с моим носовым чутьем, что-то случилось, что я не ощущаю так аромата, или она действительно таким запахом пахнет. И так, что касается здесь, у нас 15 мл. На сайте Cold Beauty стоит 74 фунта. Ничегошеньки себе. Слушайте, и здесь 15 мл, но баночка, знаете, вот она выглядит как 30 мл, как будто 30 мл здесь, а не 15. Очень на вид, объемно, довольно так массивно, увесисто выглядит эта баночка. И выполнена она из стекла. Супер такая, знаете, тяжелая, люксовая. Действительно чувствуется, что в руках вот я сейчас держу хороший такой вот люкс. Люксовый люкс, тяжелый люкс. Полно размерное средство, оно 50 мл, и цена у него 230 фунтов. В общем, в ближайшем будущем буду пользоваться активно, и, конечно, вам дальше расскажу, будут ли какие-то у меня изменения в моей коже, улучшится ли она в лучшую сторону при использовании данного средства. Дальше у нас с вами номер 15. Гель для очищения лица Элемис. Это у нас тоже, получается, британский бренд сейчас супер популярный. Его косметика, как бы, она используется в дорогих люксовых салонах Британии, Лондона. Ну, это такая, знаете, считается, как косметика, такая вот серия, ниша уходовой косметики для дорогих таких люксовых спа-салонов. Собственно, там она изначально, по-моему, и была, и продавалась. Там ее использовали, после этого уже начали, как бы, так скажем, продавать более на массы широкого потребления. Я сейчас вот такие вот две баночки уже маленькие на себя использовала. Мне, в принципе, очень оно понравилось. Возможно, я даже в будущем куплю полноразмерную такую большую банку себе этого средства. У него классный, крутой, действительно какой-то такой морской, релаксирующий аромат, когда умываешься просто вечером перед сном этим средством, смываешь все свои усталости за день. Реально какой-то, знаете, такой вот рефреш, ресет, обновление немножко происходит. Такое, как будто ты чуть-чуть побывал, скажем так, в дорогом, хорошем салоне, спа-салоне красоты. Прикольное средство, они сушат кожу, очень такая кожа после него гладкая, нежная остается. Это классно, и это у нас получается 30 миллилитров, конечно, это мини-размер. Стоит он 13 фунтов, есть 150 миллилитров 48 фунтов. Производитель, ну, я уже, по-моему, сказала Англия, Британия. Относим это мы с вами к мини-версиям. И что у нас дальше? А это у нас дальше вот такие вот напульсничники от сайта Cold Beauty. Откроем, посмотрим. Ой, фу, из какого... Знаете, это такой как будто Китай, причем такой дешевый-дешевый, некачественный Китай. Гляньте, с нее просто полетела какая-то требуха, какие-то пыль, ошметки, вот какие-то ошметки вот этих вот белых чешуек, этих непонятных. Фу, теперь я расстроилась. Качество, то есть из чего они сделаны, ужасное, прям ужасное, даже нитки вот здесь торчат. Цена на сайте 6 фунтов за вот такие вот напульснички, которые просто из них все лезет и торчат нитки. 16. Пробник. Пробник. Скальп энд боди скраб. Пробник. Не пробник. Отлично. Сол де Жанейро, знаменитый бренд по уходу за кожей из Бразилии. Аромат называется Чайроза 87 Рио Романс Перфюм Мист. Этот аромат с солнечным ароматом, наполненный пляжными нотками кокоса, туберозы и теплого песка, станет незаменимым помощником в создании летних ощущений в любое время года. Ну, здесь вот больше даже не сладости какой-то. Здесь она присутствует, но ее максимально, максимально мало, этой сладости. Вау. Здесь такая, знаете, свежесть с каким-то дорогим, супер таким дорогим, хорошим люксовым парфюмом. В общем, этому я супер, очень рада. И здесь у меня сколько миллилитриков, а здесь 90 миллилитров. 90 миллилитров стоит 24 фунта. И также есть размер 240 миллилитров, и он стоит 38 фунтов. Следующее у нас, вот такое интересное средство от бренда Куайт. Скраб для кожи головы и тела. Сделайте конечности невероятно мягкими, а кожу головы свободны от шелушения, благодаря этой восхитительной ароматной формуле. И правда нереально аромат. Молноразмерная версия 250 грамм этого средства. И она стоит 36 фунтов. Это 30 миллилитров, который здесь нам попался. И это, я так понимаю, пробник, потому что его нигде нет. Ни на сайте Call Beauty, ни на официальном сайте, нигде нет. Поэтому мы его не относим ни к какой из этих категории средств. И также здесь есть вот такой вот парфюм. Парфюм с таким же самым ароматом, который и у этого скраба, который был. А давайте прочитаем. Кстати, здесь есть описание. Почему я сразу не прочитала? Здесь есть описание этого аромата. Бархатистый насыщенный аромат розы с нотками бергамота, личи, кедра и белого сусла. Я не знаю, что это такое. И это у нас естественно сампл. Это то, что дают в подарок за покупку. И поэтому мы его не считаем. Лоситан, локситан, лоситан, как правильно. Здесь тоже у нас пробничек. 20 мл. Концентрат миндального молока. Увлажняющее средство, которое просто необходимо. Обогащен миндальным молоком и маслом сладкого миндаля, которое обеспечивает длительное увлажнение и заметно подтягивает кожу. И это, я так понимаю, это у нас как средство для тела. Это боди лошин вроде бы, если я не ошибаюсь. Это не написано, что это крем для тела, концентрат молока. Ну да, это, наверное, лосьончик для тела. Ну и, конечно же, 20 мл. Это можно нанести на правую, на левую руку. И, возможно, чего-то останется еще на ноги нанести. Поэтому это у нас пробник, и мы его не считаем как наполнение за полноценный продукт. Так, 16, номер 17. Бретт называется Сео. И здесь написано 15% витамин С, brightening serum. То есть осветляющая сыворотка. Это то, что я люблю. Осветляющая сыворотка 15% с витамином С уменьшит тусклость, темные пятна и пигментацию. С помощью этой сыворотки возвращается сияние кожи. Угу. Тут яркий такой какой-то цитрусовый аромат сразу же на меня выпрыгнул. Посмотрим. Ух ты, прям мандаринками, апельсинчиками запахло. Легкий такой вот крем, знаете, как крем эмульсия молочко. Такое моментально, посмотрите, прям за секунду, пока я его сейчас растирала, впитался. Цена у него получается есть 15 мл стоит 36 фунтов, 30 мл 70 фунтов, 50 мл 100 фунтов и бренд из США. И, насколько я знаю, это тоже такой сейчас довольно знаменитый, такой популярный, люксовый бренд по уходу за кожей из Америки. Номер 18. И у нас здесь с вами, я уже вижу, маски, маски и что-то очень маленькое. Первое средство, которое я достала, называется BioEffect AGF Serum. AGF, это сейчас безумно, уже несколько лет популярно, я знаю, вот, что касается, в частности, японской уходовой косметики, ингредиент. Он супердорогой, сейчас это просто такой вот самый, скажем так, ноу-хау, самый популярный, последние такие разработки, новые открытия в косметике. Я сейчас посмотрела цены на сайте Cult Beauty. Слушайте, это оказался безумно дорогой продукт. Как вы думаете? Напишите в комментариях, сколько может стоить вот такое средство в размере 15 миллилитров. Та-да-дам, барабанная дробь, а стоит он 15 миллилитров. Это полноразмерная версия, оказывается, и стоит она 135 фунтов. И также есть на сайте, продается в размере 5 миллилитров и стоит 49 фунтов. То есть, получается, ничего себе, бренд Cult Beauty, точнее, сайт Cult Beauty прям расщедрился и положил нам такую дорогущую полноразмерную версию этого средства. Следующая у нас такая вот интересная маска SOS Revitalizing Eye Mask. То есть, это маска для глаз, я так понимаю, и прямо она сделана не в виде, знаете, таких вот патчей. Вот нарисована на упаковочке, а сделана именно в виде такой полноценной маски. В общем, написано, что в этой маске, биоцеллюлезной маске, собранной воедино восстанавливающие и осветляющие ингредиенты, которые успокаивают защитный барьер вашей кожи. Вот такая вот одна штучка, на сайте написано, что она стоит 12 фунтов. Также есть набор за 6 штук, и он стоит 65 британских фунтов. И страна-производитель, этот бренд, это бренд Великобритания. Следующая масочка, которая здесь и есть у нас в составе нашего адвент-календаря. Вот такая вот масочка, называется бренд MZ Skin. Первый раз тоже встречаюсь с таким брендом. Это гидрогелевая маска, обогащенная наночастицами золота, коллагеном и гиалуроновой кислотой. Обеспечивает результаты достойных клинических испытаний. Ничего себе! Тоже интересно попробовать будет такое, конечно, чудо-средство. Что у нас по ценам, посмотрим. Это одна штучка, то есть их продают по одной штучке. И стоит такая маска за одну штучку 25 фунтов. И написано, что сделано в Корее, и производство это британский бренд. Это мы с вами тоже максимальный люкс относим к полноразмерным версиям. И теперь у нас номер 19. Ух ты! Что у нас здесь интересненького? Что-то одно, такое небольшое и что-то декоративное. Да, я знаю, что это уже у меня есть такая штучка. И это пудра от знаменитого американского бренда Hourglass. Это, ну, это получается ихняя самая знаменитая рассыпчатая пудра Translucent Setting Powder. То есть пудра для закрепления, прозрачная пудра для закрепления макияжа. Ну, по поводу этой пудры могу сказать, что, я не знаю почему, написано, что она там, как бы, обещание, там, чуть ли не фотошоп в жизни, размывает поры и все такое. Но мне она почему-то поры не размывает. Да, кожа с ней более красивая, такая более холеная выглядит. Но поры, в частности, в зоне носа, мне кажется, она наоборот их как-то на моей личной коже немножко подсвечивает. Но в целом, в целом, мне это, конечно, пудра, она нравится. То есть, если немножко нанести, не слишком много, именно слегка, легкая, такой прозрачной вуалью, то она очень красиво смотрится на лице. И, конечно, очень хорошо держит закрепленный макияж в течение дня. Полный размер 10,5 грамм, он стоит в фунтах, получается, 48 фунтов. И у меня это Travel Size, размер здесь всего 2 грамма, стоит 22 фунта. У нас теперь номер 20. Номер 20, вот оно, очень большое, прям на все это отделение максимально занимает. И это у нас бренд Bioma или Bioma, не знаю, как правильно он называется. Кто знает правильное название, пишите в комментариях. Это относительно такой новый, недавно появившийся бренд. Бренд, он такой более из масс-маркет сегмент, не совсем прям-таки бюджет, но и не люкс, то есть, такая средняя ценовая категория. Посмотрим, что о нем пишет сам производитель. Это то, что глубоко увлажняющий крем, наполненный увлажняющими компонентами, которые придают коже упругость и эластичность. И этот бренд, это бренд Корея, Южная Корея. Производство стоит такая вот версия 50 мл. Стоит она 14,99, ну 15 фунтов. И это средство мы относим с вами к полноразмерным продуктам. Следующий у нас теперь номер 21. И тут у нас получается сразу моментально два продукта. Первое, что я вижу, бросается мне в глаза, это такое что-то большое и красненькое. Да, я знаю, что это, и я это очень сильно хотела в свое время. Это Джо Лауз, это производитель Джо Малон. Точнее, сам непосредственно Джо Малон, свою главную марку Джо Малон в 99 еще году продал концерн Estee Lauder. И потом, спустя там сколько, в 2006 году он создал еще одну марку, которую назвал Джо Лауз. Ой, какой классный крем, блин, девочки, я обожаю такой крем. Потому что он моментально впитывается, он классно распределяется, и он прям моментально впитывается, и не оставляет жирности. То есть это, наверное, из серии таких кремов, которые вы нанесли на руки, размазали хорошенечко, и можно сразу же заниматься своими домашними делами. Не будет оставлять. Вот знаете, как некоторые из таких плотных крема, которые жирные, они оставляют везде потом, куда вы не дотронетесь, вот эти жирные отпечатки пальцев. То есть вот эта история очень хорошая такая. Смягчающий крем для рук с нотами грейпфрута и лайма, сохраняет влагу и оставляет сочный аромат. Оно прям так сильно пахнет, как будто вы парфюм какой-то хороший на себя нанесли. И что у нас по ценам, посмотрим. Получается, это полноразмерная версия, 50 мл стоит 40 фунтов. Производитель Англии, Британия. И это к полноразмерочкам относится. И еще одно у нас здесь в этой ячеечке лежало. Это у нас с вами вот такая вот свеча. Это, наверное, какая-то мини-версия, скорее всего, мне кажется. Такая маленькая-маленькая. Бренд называется Вичи Ву. Честно говоря, первый раз сейчас познакомилась с этим брендом. До этого я не знала, что есть такой бренд. Посмотрим в интернете описание. Здесь глубокие землистые ноты марокканского ириса в сочетании с розой, ладаном, 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 пачули и ирисом. Создает настроение магической энергии. 22. Это у нас получается набор масок. Двухэтапная маска, обогащенная морской капустой и керамидами, станет вашим ключом к увлажненной и сияющей коже и моменту заботы о себе. Так написано на сайте об этом продукте. Полноразмерные две штучки по 50 мл. Это полноразмерные версии. Стоят они 60 фунтов. Вот такой вот наборчик 60 фунтов. Поэтому это у нас отправляется к полноразмерным версиям. И страна-производитель Великобритания. Следующий номер, номер 23. Номер 23. Что-то маленькое, интересненькое. Я это знаю. Я это не то, чтобы очень сильно хотела. Меня это интересовало, штуковина вещичка эта. Но покупать я ее, кстати, сама, честно говоря, так не очень-то сильно и хотела. Поэтому, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо, что она была в сегодняшнем календаре. Собственно, мне кажется, для таких целей вот и служат адвент календари. Потому что много разных брендов, марок, которые бы я сама себе бы так бы деньги не потратила, не купила. А здесь раз они так появились уже. То есть есть возможность попробовать много разных брендов, марок сразу же за относительно невысокую цену, скажем так. Это у нас парфюм. Это бренд Каяли. И этот бренд Каяли, это тоже выпустила Худа Бьюти. Свою такую вот недавно она выпустила линейку своего парфюма. И на сайте написано, что один пшик порадует ваши вкусовые рецепторы. Аппетитность смесью лесного ореха, фисташек и зефира. Слушайте, ну, должно, наверное, быть по описанию что-то очень довольно сладкое. Так, как же сам аромат у нас пахнет? Ммм, я уже по крышке чую. Чувствую, что что-то очень такое, мне кажется, ядрененькое должно быть. Давайте я, наверное, нанесу, у меня есть полотенчиком, на него попробую нанести этот аромат. Слушайте, мне кажется, даже полный размер не нужно покупать. Вот такой малютки хватит надолго. Потому что здесь, наверное, нужно даже не один полный такой пшик, как я сейчас сделала делать. А нужно, а можно даже, если постараться, половиночку как-то нажать, потому что очень прям ядреный запах. Ну, в принципе, пахнет приятно, очень интересно. У меня сначала, когда я его увидела, были опасения небольшие, что это будет, знаете, в таком вот арабском стиле, когда очень сильно такое ядреное, пряное, что-то такое суперстильное, такой парфюм. Но нет, несмотря на то, что он такой насыщенный, если так можно выразиться, но он в то же время очень приятно пахнет. И у меня есть догадка такая, что он будет хорошим таким, стойким, должен быть стойким таким вот ароматом. 10 миллилитров стоит 28 фунтов, 50 миллилитров 79 фунтов и 100 миллилитров стоит 107 фунтов. 23, 24, 24. 24, а я не вижу. А вот, вау, это предпоследний номер. Шарлот Тилбери. И это, блин, оттенок, который у меня есть. В общем-то, это новые кремовые матовые румяна Шарлот Тилбери. Я, кстати, давно хотела, давно хотела их попробовать. И я вот совершенно недавно, вы себе не представляете, я совершенно недавно заказала себе коробочку от Шарлот Тилбери. И как раз таки я заказала именно этот оттенок. И вот теперь, к моему большому сожалению, оказалось, что в этом календаре также есть эти же самые румяна и именно с таким же самым оттенком. Что касается румяна Шарлот Тилбери, это довольно, мне кажется, уже сейчас популярный продукт. На него тоже есть уже куча всяких обзоров. Во многие такие вот бьюти номинации, награды получила это средство. И это у нас получается с вами полноразмерная версия. И стоит она 30 фунтов. Барабанная дробь. И теперь последний номер. Номер 25. Ребята, мы с вами, друзья мои, добрались к самому последнему номеру. Вот оно. Большой, самый большой, огромный, такой вот красивый 25 номер. Обожаю цифру 25. Надеюсь, там будет что-то интересненькое, судя по тому, какой он огромный. Просто самый большой из всех номеров, которые здесь есть. Что-то очень много всего. Посмотрим поближе с вами, что это такое интересное взялом. Такие вот милые кауаи, мимимишные такие заколочки. Какая-то огромная такая банка, что это такое церемония. Это спрей для волос, это полноразмерная версия. Укрепляющий спрей, созданный на основе умного коктейля, испытательных для волос ингредиентов. Защищает ваши локоны от воздействия синего света, загрязнения, горячих инструментов для укладки. Это у нас полноразмерная версия. 24 фунта за 200 миллилитров. Далее, что у нас теперь вот такая какая-то интересная миниатюрная штучка. Успокаивающая сыворотка, написано, что это. Глубоко кондиционирует волосы и успокаивает зудящую кожу головы. Полноразмерная версия стоит за 55 миллилитров 34 фунта на официальном сайте. У меня, я так понимаю, пробник. Далее у нас, что у нас тут такое, что-то маленькое, очень сильно маленькое, GVN Complete. Питательные капли для блеска. Получите укладку, достойную салона красоты у себя дома с этим завершающим маслом. Обогащенным гемискваланом и скваланом, а также экстрактами гибискуса. Боже, сегодня столько новых для меня названий гибискус. Узнали мы с вами сегодня новое название гибискус. Это тоже, так понимаю, что это у нас с вами, наверное, тоже какая-то пробник. Такой вот подарок за покупку, наверное, такой дают в магазинах часто. Полный размер такого масла, он в размере 50 миллилитров и стоит 23 фунта. Это 5 миллилитров, это пробник. Это я знаю, что это такое, это я люблю. Это мой один из любимейших брендов по уходу за волосами, называется бренд Филипп Кинсли. Итак, здесь у меня 75 миллилитров, стоит 23,5 фунта и также есть 150 миллилитров, стоит 39 фунтов. Это вот такое средство, которое оно используется именно перед мытьем головы, перед шампунем. И оно должно, как заявляет бренд, при постоянном использовании как-то улучшить структуру ваших волос. В общем, сделать их более гладкими, ровными, послушными, не пушащимися, не торчащими в стороны. В общем, должна быть прическа просто, как знаете, из салона, хорошего, дорогого салона красоты. Следующее средство, бренд называется Амика, Эмика, Амика, Эмика, как-то так. Первый раз уже вижу этот бренд. И это у нас написано, ну, питательная маска. Это тоже, наверное, какое-то средство для волос, я так полагаю. Да, это для волос, ультрароскошная маска для волос, насыщенная витаминами и питательными веществами для увлажнения, смягчения и разглаживания ваших локонов. У меня здесь размер 60 мл. Я не нашла ни на Call Beauty, ни на официальном сайте вот такой вот громовки данного средства. Поэтому я это буду считать, конечно, как тоже какой-то, вот, скажем так, сампл-пробник. Следующее, последнее, ребята, друзья мои, что-то такое маленькое и интересненькое. Я прям не верю, что мы с вами просмотрели такое огромнейшее количество всяких разных средств. Передо мной просто у меня весь стол завален сейчас разным косметосом. Прям рай для бьюти-маньяка, для любителей косметики. Итак, это у нас Living Proof Perfect Hair Day Advanced Clean Dry Shampoo. Ага, это у нас Dry Shampoo. Это сухой шампунь для волос. Интересно. Я как-то слышала за этот бренд, это тоже какой-то крутой такой профессиональный люксовый бренд по уходу за волосами. Что касается по ценам 90 мл, такой вот формат, как у меня здесь в этом бьюти-боксе попался в адвен календаре. Точнее, 15 фунтов, 190 мл 27 фунтов и 355 мл 38 фунтов. Ну и в общем-то, нам с вами бренд обещал наполнение больше, чем на 1000 фунтов. В принципе, оно так и получилось. 1037 фунтов по моим расчетам вышло. Ну, вы знаете, с учетом того, сколько стоил этот календарь, и действительно, вот даже не считая вот таких вот штук всяких, которые я не нашла, их не цены нигде, на официальных сайтах и на сайтах Call Beauty, не учитывая, скажем так, вот эти все ячейки с пробниками, где они были, а только лишь вот то, что я посчитала, мне кажется, все равно это хорошая выгода. Меня этот календарь, честно говоря, очень сильно порадовал. Давно я уже несколько лет не заказывала себе адвент календари, поэтому для меня это прямо сейчас такая радостная радость, потому что я смогу попробовать, конечно, большое количество разных сейчас средств, которых бы я так просто, наверное, не стала бы себе заказывать, покупать. И действительно, ну, правда, выгода хорошая получается. То есть, потратив 235 фунтов, я реально получила наполнение на 1000 фунтов. И это, конечно, не может не радовать. Ну, а вы, в свою очередь, пишите обязательно в комментариях, насколько вам понравился данный адвент календарь, насколько бы вы были ему рады, если бы вы его себе купили. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока, всем до новых встреч. Пока-пока.